Практически дошли до леса, вот уже лесок, заходить мы будем правда чуть дальше. Тут я смотрю всякие следы, птички, собачки бегали, сейчас посмотрим что в самом лесу из следов имеется. По-любому какие-то зайчики тушканчики пробегали, сейчас будем выяснять. На кустах еще остатки последствия ледяного дождя, но уже практически все сошло, а так у нас тут творилась веселуха, все было обледенело, такое ледяное царство было, машины были как хрустальные кареты, некоторые машины даже люди не смогли открыть, попасть в них, так как они взялись коркой сантиметра три-четыре, у кого-то даже до пяти доходило, ну вот видите, даже трава блестит красиво все так, как стекло прям. Давайте попробую поближе показать, видите что, прям полностью травинки изо льда. Это уже все практически растаяло, по владеостоке вообще ужас что творилось, деревья ломались под тяжестью, но даже шиповничек есть еще остатки. Ну вот мы и заходим в лес, в общем есть какие-то следы животных, мелочь какая-то бегала, но я попробую сейчас как-нибудь более-менее поточнее прийти к своей фотоловушке. Примерно ориентир знаю куда идти, но не идеально скажем так, сейчас найдем. Молодец, все силы потратила. Наша мама что-то там фотографирует, здесь я следов животных особо не вижу сейчас, ничего нет, деревья только, лед блестит на них и вон наша фотоловушка на дереве, но вижу там палочки, но прикормки на них нету, но и следов здесь никаких свежих нету, маленькие следы какие-то есть. Вот она фотоловушка висит моя, здесь на палочках была какая-то еда, что там рыбу клал, копченую остатки, но как видим ничего нет. Вот ты и попалась на фотоловушку сейчас, не отдирай ничего пока. В общем, следов животных здесь особо нет, после снега никто здесь не лазил, но сейчас я прикормку кину и посмотрим потом съедят ее или нет. Крепкий? Да, ручей полностью не замерз, а мы собирались по нему прийти на наше место пикниковое, придется ломиться через лес. Вижу какая-то зверушка пробегала, в общем кинул я там рыбы всякой, обрезков хвосты головы для прикормки, фотоловушку забрал, в следующий раз пойду посмотрю, следят или нет, но следов не было, значит после снега никого не завпечатлело. Жалко? Ладно, посмотрим, что вообще кто попался. Так, мои фото лица вон там, здесь конкретный завал, не пройдем. В общем, попробуем вдоль берега пройти. В общем, прорываемся через заросли, вдоль берега совсем идти невозможно, мелкая поросль была, а вы там хорошо смотритесь, сладкая парочка. В общем, периодически за шиворот падает снежок и как-то становится неуютненько, следов здесь в деревьях. Кстати, вообще никаких от животных нет, меня это немножко расстраивает. Думал, может какая-то тропинка будет, но нету, не гуляет тут животинка. Так, ну вот мы почти до нашего места и дошли, чуть-чуть осталось. Вон уже одно дерево поваленное, вон там другие, почти пришли. Ну вот, я и дошел до своего места, точнее мы дошли. Сейчас немножечко подвосстановим разрушенную вот эту вот каменную печурку, сделаем очаг, разжигаем костер, снежок убираем, конечно, разжигаем костер и пытаемся чего-нибудь приготовить. К сожалению, солнце уже достаточно низко, я не знаю, что мы успеем сделать, но попробуем. Пока тут у меня жарится курица, немножечко подрумянилось, так вот крутится она у меня туда-сюда, гаденыш. Поджарил еще здесь картошки, мои прыгают замерзли. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кингвинчики, кингвинчики. Ну сейчас жарим курицу и двинем домой. Уже солнышко село, сразу похолодело в лесу, с рта идет пар, не знаю сколько градусов, все никак не прикуплю себе какой-нибудь походный термометр, чтобы повесил где-нибудь на рюкзак, на одежду зацепил. И это можно было за температурой следить, скажем так. Надо что-то придумать в этом плане. В общем, кушать мы ее уже здесь, наверное, не будем, потому что темно, и неуютно, и холодно, а заберем, в общем, ее домой. В смысле, про курицу. Ну все, народ, мы идем потихоньку в сторону дома. Вот так вот уже потемнело. Сейчас мы засыпем еще семечек в кормушку птичью и направляемся домой. Так, вот здесь вот это вообще мостик, здесь вот вода. Вот это дерево я тут ветки стесывал, но на ней лед. Здесь я провалился, когда за дровами ходил. Так что вот думаю, как нам с вами перебраться сейчас. Так, ладно, камеру убираю, потому что неудобно. Потихоньку поднимаемся в гору. Положили семечек в кормушку, снимать, правда, не стал, руки мерзнут. В общем, сейчас попробую заснять. Вон крупная такая луна, сегодня полнолуние, а мы тут по лесу шарахаемся. Тут полнолуние, а мы по лесу шарахаемся. Сейчас оборотни как полезут всякие и вампиры из кустов и из дупель. И все, и хана. Ты знаешь, пошли, говорит, обратно в лес. Я говорю, что случилось? А из леса луна красивая. Действительно, сюда вышли наверх, в общем, из леса. Луна меньше кажется. В лесу, когда мы смотрели, прям такая огромная была, когда между деревьев. Какое-то искажение оптическое, наверное. Здесь вышли в полное, но раза в два как будто меньше. Но все равно прикольно. А вот он я. А вот ты, Лиза. Замерзла? А? Замерзла. Все, короче, замерзли. Поэтому сейчас идем, идем, идем и греемся. В общем, у нас походик прикольный получился. Уже идем по темноте, но у меня есть фонарик, если что. В этот раз я все-таки принципу, уходя утром в лес, не забудь фонарик. Сегодня этот момент сработал. В общем, фонарик нам, скорее всего, еще пригодится. Потому что сейчас пока тут до начала поселка дойдем, вообще стемнеет. Хотя вроде и луна светит. Но там скользко. Лучше лишний раз подсветить дорогу себе. Ну что, наверное, на этом мы с вами будем прощаться. Потому что идти снимать уже особо нечего. Да и под замерзли мы. Уже мысли как-то немножко от холода даже путаются. Ну а вам большое спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и всем удачи!